В рамках профориентационной работы со школьниками руководства Высшей школы народных искусств в Санкт-Петербурге приняло решение провести ознакомительные выезды в малые города России, истории которых связаны с зарождением и распространением древних народных промыслов и ремесел. Среди городов Тверской области был выбран Калязин. Подробности в материале нашего корреспондента. Калязин был выбран не случайно, ведь именно он считается одним из центров коклюшечного кружевоплетения. Местные мастерицы пронесли сквозь века этот уникальный промысел и сохранили его до сегодняшних дней. Сейчас ему обучаются женщины и девушки в районном доме ремесел. Здесь же открыта новая экспозиция «Дом кружева». А ректор Академии народных искусств Полина Гусева во время презентации рассказала собравшимся, какие отделения есть в ВУЗе, какие специальности могут получить студенты, как организован учебный процесс. И, конечно же, участники мероприятия увидели фотографии того рукотворного чуда, которое создают студенты. Мы обучаем по конкретному виду. Если у нас обучаются по кирижскому кружевоплетению, это Ленинградская область, такой центр, то только по кирижскому и в колледже, и в бакалавриате, и в магистратуре, и в аспирантуре уже защищают диссертацию. Уже в экспозиционном зале зрителям продемонстрировали дипломные изделия студентов Высшей школы народных искусств. Это художественное кружевоплетение и художественная вышивка. Также здесь были представлены образцы Богородской художественной резьбы по дереву и Федосканской лаковой миниатюрной живописи. Сначала ведется большой поиск просто в Афроэлю, Булашеву. Вот сделано на черном фоне. На черном фоне нам не понравилось, мы, допустим, сделали на сером фоне. То есть это, а это миниатюра. И последний этап, конечно, это перенос уже на кальку, на само изделие. А директор Богородского института художественной резьбы по дереву Владимир Наумов рассказал, чем занимаются студенты и какие породы дерева используются для создания их произведений искусства. В качестве материала мы используем исключительно только липу. С момента, пока материал попадает в руки к студентам, три года. Дерево должно три года вырежется, выветриться, высушиться, прежде чем мы с ним можем начать работу. Нельзя было оторвать глаз от женских платьев, полностью выполненных в технике, как люшечного кружевоплетения. Сложно поверить, что все это выполнено вручную юными мастерицами. Каждое платье создавалось примерно год в качестве дипломной работы. Это Валахминская техника кружевоплетения, которая плетется по всей ширине одновременно. Вот эта ширина пояса выполняется вот таким образом. То есть вот здесь идет заплет, идет набор парка клюшек. Естественно, вот эта ширина самая большая. Тут можно, в принципе, даже и посчитать, сколько тут пары используются. Но вот эта ширина самая большая – 360, как я уже говорила, парка клюшек. В течение всего дня на уникальную выставку в дом ремесел приходили колязинские школьники. Кроме выставки и презентации, им предоставили всю информацию для возможного поступления в академию. Субтитры создавал DimaTorzok